В огороде или в саду семена очень удобно собирать вот в такие вот бумажные пакетики или кулечки. Вы просто сворачиваете газету и срезаете туда части растения с семенами. Вот здесь я лису лимонную положила, у меня здесь рудбекия, кориандр, календула, петрушка и даже фасоль я собрала в такой большой кулек. Когда приносите домой эти кулечки, нужно обязательно сразу же их размотать и положить куда-нибудь в достаточно сухое место. Вот они даже так и остаются на газете. Вот. Даже если просто на ночь вы оставляете, нужно раскрыть семена, потому что плесень во влажных условиях прохладных очень быстро на них развивается. Вот здесь я их положила на подоконники, но здесь они у меня сохнуть не будут. Я покажу, как я сушу семена с помощью электрической сушилки, потому что отопление у нас включают где-то только в середине октября. И целый месяц в квартире очень влажные условия и прохладные, ничего не сохнет. А семена в таких условиях, если мы будем сушить, они заплесневеют, испортятся, и процент схожести будет очень низкий. Итак, для того, чтобы просушить в условиях городской квартиры в октябре месяце, когда еще нет отопления, я использую электросушилку стандартную. Вот здесь я уже подготовила собранные семена, и, как вы видите, использую некоторые дополнительные материалы для сушки, помимо самих семян и электросушилки. Так как очень редкие решетки у стандартных вот этих вот чаш электросушилки, нужно использовать какие-то подкладки под семена. Под крупные семена прекрасно подходит марля, или другая крупная чистая ткань какая-либо. Ну, это для семян, вот кабачков, например, для фасоли, очень хорошо ее использовать, для календулы тоже подойдет марля. Для более мелких семян я использую однослойную салфетку. Вот, она очень тоненькая, легкая и воздушная, и прекрасно пропускает горячий воздух, и не препятствует просушиванию. Вот здесь, например, семена петрушки я положила на салфетку. Но еще более удобнее использовать вот такие вот корзиночки из газеты или из журналов, вот которые можно очень легко сделать самостоятельно. Я покажу, как это делается. Вот, в такие корзиночки можете положить, в принципе, любые семена, и даже семена вот в коробочках, которые еще не высыпались. Вот, корзиночку очень легко транспортировать, и из нее легко высыпать, насыпать. Вот, вот у меня здесь никандра физалиса, видно, лежит, сохнет, и кориандр, тоже в таких коробочках. Еще, если у вас какое-то небольшое количество семян, или они очень мелкие, можно использовать вот такие вот готовые формочки для кексов, бумажные формочки. Сейчас я положила сюда мелису лимонную, у нее очень мелкие семена, так как она еще сырая, то они плохо высыпаются вот из своих коробочек. Нужно немножко подсушить, семена высыпятся, и вот эту вот траву сверху я уберу, и внизу будут черненькие мелкие семена. Вот тут вот плохо видно, но так оно и будет. В условиях повышенной влажности в квартире или в доме очень важно быстро положить семена на просушку. Вот, например, календула, среди которых вот много недозрелых семян, лепестки влажные, у меня уже начала плесневеть на второй день лежания просто на открытом воздухе, да, в раскрытом бумажном пакете уже появились такие очаги плесени. Вот, поэтому очень важно быстро начать сушить эти семена. Заполненные чаши сушилки мы ставим друг на друга, поэтому, конечно, важно, чтобы ваши коробочки или другая какая-то тара, которую вы используете, была по высоте равнобортиком этой чаши, да. Вот, составляем их друг на друга и отправляем сушиться в сушилку. Сушилка у меня самая обыкновенная, недорогая, а просто ставим чаши, да, на эту основу, которая подает горячий воздух. И дальше важные моменты. Обязательно терморегулятор устанавливаем на минимальное значение, в моем случае это 35 градусов. При такой температуре, например, фасоль будет сушиться около 8 часов. И за это время она практически будет уже полностью готова для дальнейшего хранения. Более мелкие семена, конечно, потребуется меньше времени, чтобы их просушить. Очень важно следить за тем, насколько сухие уже семена, и не пересушить их. Иначе они у вас будут просто рассыпаться в пыль и потеряют свою всхожесть. Почему нельзя поставить более высокую температуру, например, да, поставим 60 градусов, и за 2 часа все высушим? Потому что очень важно знать, что при 60 градусах абсолютно любой белок в любом организме денатурирует. Или сворачивается без... возвратно уже все структура белка меняется, и живой организм гибнет, если он попадает в такие условия. Поэтому и семена тоже могут погибнуть какие-то, какие-то выдержат, а какие-то погибнут. Вот. Это используется при стерилизации, пастеризации, это свойство, да, мы кипятим, для того, чтобы... Потому что и белок, белок содержится и в вирусах, и в бактериях, и он также сворачивается, соответственно, вирусы и бактерии погибают. Вот. Поэтому высокую температуру ставить нельзя. Только 35-40 градусов. То есть та температура, которая встречается у нас в природе. Ну и нужно помнить еще о том, что температура очень влияет на плодообразование затем у растений. Вот. Поэтому ставим 35, это то, что можно встретить в природе, это такая температура, при которой семена не погибнут. Как вы заметили, некоторые семена, вот, например, петрушку, я положила вместе с зонтиками. Почему? Потому что вот в таком сыром состоянии, несушеном, семена очень трудно отделить, нормально отделить от травы вот этой вот, да. После того, как они немножко посохнут, они будут прекрасно легко отделяться. Буквально через пару часов уже я смогу легко очистить эти семена. Вот. Вся сушилка полностью загружена у меня. Теперь мы накрываем ее крышкой и подключаем к сети. Прошло 6-8 часов и семена практически полностью были высушены в сушилке. Я их разложила по таким вот коробочкам и поставила посохнуть еще пару-тройку дней при комнатной температуре. Очень важно перед тем, как раскладывать семена по пакетикам, очень хорошо их высушить. Иначе они могут заплесневеть. Продолжение следует...